Весь контент «Ю» теперь выходит на канале «Мама в 16». Поддержите нас, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк этому видео и оставьте комментарий. Спасибо, вы лучшие! Ждули, они же заочницы, зыкули, любимки. Те, кто ждет своих возлюбленных, женихов и мужей. Те, кто познакомился с человеком из мест лишения свободы и готов ждать пожизненно. По данным официальной статистики, на 1 января 2023 года в России 433 тысячи мужчин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. И почти у каждого на свободе верная Ждуля. Что заставляет женщин связывать жизнь с человеком по ту сторону колючей проволоки? Реалити Ждули расскажет самые невероятные истории тюремной любви и попытается понять женщин, которые перевели свою жизнь в режим длительного ожидания. Меня зовут Маша Болдырева, мне 28 лет и я Ждуля. Мария Болдырева живет в Сочи. У девушки свой бизнес. Она занимается производством и продажей мужской и женской одежды под собственным брендом. Мой бизнес сейчас, ему чуть больше, чем полгода. Не могу пока говорить о каких-то нереальных результатах, но я считаю, что за полгода мы уже вышли в хороший плюс от 100 тысяч рублей в месяц. В Сочи Мария переехала год назад из Воронежа, чтобы осуществить мечту детства – жить у моря. Все родные девушки остались в Воронеже. Маме Марии, Анне Болдыревой, 49 лет. Сейчас она работает администратором в салоне красоты. Отцу Марии, Александру Болдыреву, 53 года. У него собственный бизнес – сеть продуктовых супермаркетов. У девушки есть старший брат Артур, ему 30 лет. Он работает менеджером строительной компании. И младшая сестра Анастасия. Ей 16 лет. Она учится в 11 классе. Я очень часто оставалась с бабушкой, потому что мои родители были молодые, они там ходили постоянно на какие-то светские мероприятия. После рождения младшей дочери между родителями Марии начались конфликты. Бизнес отца разросся до крупных размеров – большой сети супермаркетов по всему городу. Маму девушки не устраивало, что муж все время проводит на работе и не уделяет время семье. А отца Марии не устраивали бесконечные упреки жены. Когда Марии исполнилось 14 лет, ее родители развелись. Дети остались жить с мамой. Это такой холодящий ужас. Ту ситуацию я восприняла реально как какое-то предательство. Мария сложно переживала развод родителей. После ухода отца из семьи она начала прогуливать школу. Много времени проводить с друзьями. Часто не приходила домой ночевать. У нас начались с мамой очень серьезные конфликты. Мы с ней вообще и дрались, и она меня дома закрывала. Ну, то есть это вообще было ужасное время на самом деле. Она связалась с плохой компанией, начала рано курить, выпивать. Вышла из-под контроля. В 15 лет из-за очередной ссоры с мамой Мария ушла из дома. Родители, понимая, что не могут справиться с дочерью, решили отправить ее учиться в частную закрытую школу в Великобритании. После окончания школы Мария поступила и закончила в Лондоне институт искусств. Родители девушки настаивали, чтобы она осталась жить и работать в Англии. Чтобы остаться жить за границей, мне нужно получить рабочую визу, работать. И этих денег будет хватать оплачивать какую-нибудь квартиру и на проезд на работу. Вот как бы и вся жизнь. Я поняла, что я вообще такой жизни не хочу. Мне тогда вообще пришла мысль, что я хочу полететь на Бали. Родители были против переезда дочери на Бали. Платить за проживание Марии на острове-курорте они отказались. Во время учебы в университете Мария подрабатывала фотографом. И заработанные деньги откладывала. Именно на них девушка и поехала в Азию. Несколько лет она путешествовала по Индонезии, Малайзии, Таиланду и Камбоджи. Во время путешествий девушка работала фотографом и даже репетитором по английскому языку. Классный был опыт. Я преодолела такой. У меня был очень-очень большой страх, который мне родители навязали денег, что я не смогу их заработать. Тут я поняла, что я просто могу в дороге. То есть сколько мне надо, я всегда заработаю. Мария путешествовала пять лет. Соскучившись по близким, она решила вернуться домой в Россию. Девушка надеялась, что она сможет наладить отношения с мамой. Но конфликты только усугублялись. Моя мать меня всю жизнь не принимает. Она всю жизнь хочет, чтобы я была каким-то другим человеком. Выглядела по-другому, общалась по-другому. Жила в другой стране, занималась другими делами. Знаете, я раньше пыталась соответствовать. Иногда периодически я хотела завоевать ее какое-то одобрение и соответствовать. Но я поняла, что это просто невозможно. Маша у нас, конечно, упертая. Она всегда делает все по-своему. Ей постоянно хочется нам чего-то доказать. Даже если она понимает, что она не права, она все равно нам доказывает, что последнее слово будет за ней. Сложные отношения у Марии и со старшим братом Артуром. На нее такие надежды родители возлагали. А это вот постоянное какое-то разочарование. То есть ты пытаешься вкладывать, родители дают, мама, да, больше всего. А что из этого выходит? Ничего. Со своим отцом Мария общается хорошо. Он после развода не встретил новую женщину. Не построила новые отношения и мама Марии. Полгода назад отец переехал жить в Германию, где развивает автомобильный бизнес. С того момента вообще наши отношения очень сильно улучшились, и мы сблизились. Сейчас мы реально можем поговорить, что-то обсудить. В ноябре 2019 года Мария познакомилась в социальных сетях с Дмитрием Сорокиным из Самары. Парень первый написал девушке. У них завязалось общение. Молодые люди переписывались несколько недель, а потом начали созваниваться. Он мне такой, давай типа по видео созвонимся. Он как-то меня постоянно таким напором брал. Я так терялась, такая, ну ладно, давай. И мы с ним тогда начали как бы общаться. Спустя полгода виртуального общения молодые люди решили познакомиться лично. Мария предложила Дмитрию вместе поехать отдыхать в Таиланд. Молодые люди договорились, что встретится уже там через две недели. Это было начало 2020 года. Я прилетаю. Резко закрываются все границы. Начинается коронавирус. И я понимаю, что Дима не прилетел. Молодые люди продолжили общаться по телефону. А через два месяца Дмитрий признался, что в любом случае не смог бы прилететь в Таиланд, так как он сидит в тюрьме. Я его вообще, ну, то ли заблокировала, то ли просто перестала ему отвечать. А потом он тоже пропал. Молодые люди прекратили общение на два года. Но в 2022 году Мария, вернувшись в Россию, получила снова от Дмитрия сообщение, где он написал, что все это время следил за ее жизнью через социальные сети. Я вообще очень была неожиданна, потому что, ну, я, в принципе, о нем забыла. Но у меня были к нему очень теплые чувства. В этот раз Мария приняла решение не блокировать Дмитрия и продолжить с ним общение. Я слышала постоянно от него в свой адрес такие эмоции, которые я никогда ни от кого не слышала. Ну, то есть меня никто никогда не был так рад слышать. Он такой, я все эти годы так хотела тебе позвонить, но вот я там сидела то в СИЗО, то где-то там, короче, связи не было, бла-бла-бла. Я вообще так счастлив, что вот я тебе звоню, что ты там как, рассказывай. Я говорю, я в Россию вернулась. Он такой, блин, как круто, я так за тебя переживала, что там тебя плохая компания затянет. Он говорит, я сейчас тоже очень сильно поменялся. Дмитрий Сорокин отбывает наказание в исправительной колонии номер 26 Самарской области. Молодой человек осужден на 7 лет по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хранение наркотиков». Дмитрий рассказал о Марии своим родным и признался, что влюблен в девушку. Мама Дмитрия решила позвонить возлюбленной сына лично и пригласил ее в гости, чтобы познакомиться поближе. Она меня очень расположила к себе. Все, приезжай к нам, приезжай к нам в гости, Дима тебя ждет, мы тебе билеты купим, все такое. И меня настолько это поразило, потому что, ну, как бы раз мне говорит это его мама, значит, он мне не просто какую-то лапшу на уши вешает, да, я тогда так подумала. Дима мне сказал, что познакомился с девушкой, готов, чтобы она приехала, чтобы мы ее встретили хорошо, чтобы вместе приехали на длительное свидание. В декабре 2022 года Мария поехала в Самару, чтобы познакомиться с семьей Дмитрия, его мамой Еленой Сорокиной и отчимом Андреем Сафоновым. Я себя суперкомфортно сразу уже стала чувствовать и с его мамой, и со всеми. Мы чего-то там веселились, смеялись. Ну вот, меня очень тепло приняли. Заранее, до поездки в Самару, Мария подала заявление на имя начальника исправительной колонии номер 26 Самарской области с просьбой предоставить ей длительное свидание с заключенным Дмитрием Сорокиным. Администрация колонии, учитывая примерное поведение молодого человека, предоставила ему в индивидуальном порядке право на свидание с девушкой. Мария после того, как познакомилась с родителями, отправилась на три дня в колонию к Дмитрию. Дима, когда зашел, я просто, реально, я потеряла дар речи. Ну, он такой высокий, красивый, еще весь такой был просто красный, как рак, потому что он очень сильно смущался. Сделал мне предложение сразу, да, в первые пять минут достал колечко. Говорит, выходи за мной замуж. Вернувшись из Самары в Сочи, Мария сразу позвонила маме и рассказала про отношения с заключенным и про предложение Дмитрия выйти за него замуж. Она просто устроила истерику. То есть там не было какого-то конструктивного диалога, это просто были какие-то визги. Но я категорически, конечно же, против того, чтобы моя дочка связывала свою жизнь с людьми подобного типа. Бред, абсолютный бред. Когда Маша сказала, с кем она связалась, ну, это был просто шок. Это просто какой-то вот позор. Это совершенно не нужно ни ей, ни нашей семье. Мария хочет выйти замуж за Дмитрия, но согласия ему пока не дала, так как ее мать и старший брат категорически против отношений с заключенным. Мария обратилась в проект «Жду ли». Я не могу принять себя без фильтров. Я даже там на помойку хожу накрашенной. Как мужиком быть классно. Всем насрать, какой у тебя там прекрасный мир, если ты выглядишь как визимода. Когда ты сравнила и поняла, что ты – это не ты, а не ты – это ты. Мне прям прямым текстом сказали, что ты вот не соответствуешь своим вот этим фотографиям. Ты хочешь быть моей женой или нет? Ну, конечно, хочу. Мы же с тобой это уже обсуждали. Так, может быть, мы реально уже возьмем за Дмитрия, мы это. Я тебя так люблю, малыш. Ты просто не представляешь. Я, конечно, очень хочу выйти за тебя замуж. Может быть, сейчас просто не самое лучшее время. Дай мне время, пожалуйста, ладно? Не представляешь, если ты мне реально. Мне это очень важно, моя жизнь. Дмитрий Сорокин, 25 лет. Родился и вырос в Самаре. Его маме, Елене Сорокиной, 55 лет. Она работает поваром в детском саду. С родным отцом Дмитрия, Виктором Сорокином, она развелась, когда сыну было 4 года. Молодой человек никогда не общался со своим папой. После развода родителей его судьба неизвестна. Когда Дмитрию было 5 лет, мать вышла замуж за Андрея Сафонова. Отчим воспитывал пасанка как родного. У Димы замечательные отношения с отчимом. Андрей воспитывал Диму с 7 лет. Повел в первый класс, занимался с ним. Дима занимался и хоккеем, и футболом. То есть ходили мы, и возили на ригби, записывали все. То есть он стремился к этому. После 9 класса Дмитрий поступил в Самарский экономический колледж на факультет банковское дело. Параллельно с учебой он начал подрабатывать в автосервисе. Потом начал Дима заниматься диджейством. Ему нравится музыка. Писал сам музыку. То есть у нас как бы и он в клубах участвовал, везде сеты свои там. Администрация исправительной колонии номер 26 Самарской области предоставила возможность Дмитрию пообщаться по видеосвязи с редакцией проекта «Ждули». С 19 лет увлекаюсь музыкой и различными культурами спорта и активным образом жизни. Я резко ощутил, что мне необходимо лететь туда, где я тепло и прекрасно, там, где я пока еще не был, там, где не плаваясь я. Дмитрий на собственные сбережения улетел на Бали. Там он прожил один год. Затем вернулся домой в Самару и открыл с друзьями собственный бизнес – рекламное агентство. Через полгода у него завязались серьезные отношения с девушкой Светланой. Но через несколько месяцев с ней случилась трагедия. Она умерла во сне. У нее с сердцем были проблемы. Вот она уснула и не проснулась. Для меня это было очень нереально. Тяжело, стрессом. После чего я удался употреблять наркотиков. После очередной покупки наркотиков Дмитрий возвращался домой. И его остановил наряд полиции. Молодого человека обыскали и обнаружили у него запрещенные вещества. Дмитрий был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Внутри просто вот все переворачивалось. Я не ела вообще, не могла. Андрей меня вообще потерял. Просто когда позвонили, я в шоке был. Потому что все равно я выросл, как бы выросл 7 лет. Где-то дали слабину. Через несколько месяцев состоялся суд, где Дмитрия признали виновным в хранении наркотиков в крупном размере. И присудили 7 лет исправительной колонии строгого режима. 4 года молодой человек уже отсидел. В местах лишения свободы ему осталось находиться еще 3 года. 21 год. Меня закрыли совсем молодым, юным мальчиком. Сейчас я отсидел больше 4 лет. Я за эти 4 года нереально возмужал. Стал по-настоящему ответственным человеком. Тем человеком, который брел ценности жизни и понимание того, что мне необходимо. За решеткой Дмитрий начал писать женщинам в соцсетях. Так он и познакомился с Марией Болдыревой. Спустя 3 месяца общения по телефону, Дмитрий признался девушке, что он сидит в тюрьме. После этой новости Мария прекратила с ним общение. На протяжении очень долгого времени она меня динамила. И тем самым вызывала еще больше желания того, чтобы я ее добился. Потому что я тот самый институт, с которого нельзя отказаться. Спустя 2 года Дмитрий решил снова написать Марии в социальных сетях. Так как все эти годы не мог ее забыть. Девушка согласилась с ним продолжить общение. И даже съездить познакомиться с его семьей. И приехать в колонию на длительное свидание. После которого Дмитрий и предложил Марии выйти за него замуж. Сон был о том, как я выдал по пляжу такого прекраснейшего лазурного берега. С Машей за ручку. А я видясь, начали пацать, целоваться. И тут я понял, что это та самая моя звездочка, которую мне необходимо отыскать. Добиться, чтобы она стала моей. Я стал неистово делать все усилия, прикладывать, чтобы добиться ее. Мария хочет выйти замуж за Дмитрия. Так как после длительного свидания она поняла, что влюбилась в молодого человека. Но согласия Дмитрию она еще не дала. Так как ее мать и родной старший брат против отношений Марии с заключенным. Я почему-то самая крайняя. Позор семьи. Кому еще ему делать предложение как на себе? Дураков-то больше нету. Ты нормальная вообще. Мы тебе все дали в твоей жизни. Это просто жесть. Я не хочу с ними связывать свою жизнь. Вот и все. Мне не нравится. Ну тебе придется так или иначе. Что ты меня тогда из жизни своей вычеркнишь? Я в душе очень грущу. Стоя были какие-то проблемы с деньгами. Он не мог найти себе работу. Дерзит, хамит и обижает. Не слушай никого. Только себя. А мы хотим сразу двойню. Хватит маму доводить. Я вообще не знаю, что теперь делать. Вот это вы меня, конечно, удивили. Я такого даже не ожидала. Не все любят сюрпризы, зато мы уверены, что все любят подарки. И если не дарить, то получать уж точно. И герои наших шоу не исключение. Чем они радовали друг друга? Смотрите в нашей подборке. Как ты смотришь на то, чтобы приехать ко мне в гости в Сочи? Опять будешь мне рассказывать о своем дэхо. Я с тобой как раз об этом и хотела поговорить. Ну тогда я никуда не поеду, моя дорогая. Так что все. Разговор окончен. Мама Марии, Анна Болдырева, категорически против даже любого общения дочери с человеком из мест лишения свободы. Поэтому она регулярно отказывается обсуждать с девушкой эту тему. Мы не ищем легких путей, поэтому, видимо, мне придется ехать в Воронеж, застать ее врасплох и там с ней поговорить. Ну, девчонки, у нас вообще очень серьезные планы. Дима хочет уже, как бы не уже, он уже давно хочет жениться. А как? Не рано еще, а? Почему вы так спешите? Может быть, подождать, пока выйдет он? Да в смысле спешите? Ты что, гонишь, что ли? Нет. Точно? Нормально все? Конечно. Ну а ты сама как думаешь? Как ты чувствуешь? Да я хочу за него замуж. Я его уже в целом считаю своим мужем, но просто вот эта вся эта бюрократия, мне вообще на все это все равно. Ну вот, но в то же время и ему я хочу как-то, как сказать, его... А он настаивает, да, прям? Для него это важно, как бы, да? Да, да, да. Слушай, ну много у вас, конечно, всяких испытаний и трудностей. Я хочу, чтобы у тебя все получилось, ты была счастлива. Спасибо, да. Мария поделилась с лучшими подругами Анастасией Сулим и Анной Павленко тем, что Дмитрий сделал ей предложение. Я, короче, маму в гости позвала. Хочу? Ну да, но она не захотела. Со мной разговаривать. Поэтому я вот на днях отправлюсь в путешествие, так сказать. Все нормальные люди ездят из холода в Сочи, а я наоборот. А почему она сейчас поедет? По очереди отвечаю на вопросы. Да, поеду к ней, в Воронеж поеду. А почему она не захотела поехать? Слушай, ну мы с ней, в принципе, как-то... У нас не очень отношения в последнее время. За Димой? Ну да, да. Она просто не хочет эту ситуацию обсуждать, не хочет об этом ничего слышать. А ты как себя чувствуешь? Да не знаю. Наверное, хочется маминой поддержки, чтобы она приняла твой выбор. Да, конечно, хочется на самом деле. Конечно, хочется. Знаете, мне всю жизнь казалось, что мне это не нужно, что мне все равно, я такая самостоятельная и все такое. Но сейчас я уже понимаю, что на самом деле это очень важно. Семья очень важна. Перед поездкой в Воронеж Мария позвонила своему отцу Александру Болдыреву. Может быть, ты мне посоветуешь, а то у меня не очень получается тактично общаться, как ей новость преподнести. То, что я за Диму замуж собралась, вот эту новость. В самом начале ты просто поговори о делах, о ее делах, про бабушку. В общем, сразу про свадьбу не говори. Если почувствуешь, что разговор идет нормально, спокойно, то потихоньку перейди к разговору о свадьбе. Если мама начнет нервничать, то ты лучше снова уведи тему разговора и попробуй там второй раз. Раньше меня папа, наверное, считал маленьким и неразумным ребенком и оберегал меня от каких-то опасностей. Но с годами он убедился, что я взрослый, самостоятельный человек. Поэтому сейчас он меня уважает, уважает мои решения и поддерживает меня. Он мне предложение сделал, кольцо подарил. А что тут такое удивительно? Кому еще ему делать предложение, как на себе? Дураков-то больше нету. Ну, я понимаю, я понимаю, конечно, да, что ты влюбилась. Маш, я могу понять. Ну, зачем замуж-то выходить, объясни мне. Ну, можно просто пообщаться, повстречаться, ну, поездить к нему на зону. Ну, потому что это в мою систему ценностей не входит. Просто общаться и встречаться. А что входит в твою систему ценностей? Серьезные отношения, построение семьи. И начало этого – это брак, понимаешь? Я поэтому как бы с этим человеком и решила свою жизнь связать маму. Он просто пытается ее таким образом к себе привязать. Вышла замуж. Это же такая манипуляция чистой воды. Мария из-за ссоры с мамой поехала ночевать в отель. Встретилась с мамой, хотела с ней поговорить насчет Димы, насчет свадьбы нашей. Ну, мама как-то не очень, конечно, эту информацию принимает. Я вот расстроилась. Пусть приедет к нам в Самару. Посмотрит, что мы нормальная семья. В отличие от собственной мамы, мама Дмитрия поддерживает Марию. Я, конечно, не верю в то, что она согласится, но я бы очень была рада. Надо как-то это решить, обговорить. Как классно, что у меня есть человек, который меня всегда во всем поддерживает, которому я всегда могу позвонить, поделиться чем-то и услышать добрые слова. Маш, ты мне вот объясни, ты что? Ты нормальная вообще. Мы тебе все дали в твоей жизни. Мы тебя за границу отправили. Мы тебе все. Ты что хотела? Тебе все. Да кто мы-то? Я не понимаю. Ты что ли меня отправляла? Блин, да родители тебе это давали всегда. Да меня просто сплавили в 15 лет, чтобы я им там не мешалась. Да кто тебя сплавил? Кто тебя не сплавлял? Да блин, всех бы так сплавляли бы просто туда, куда тебя бы сплавили. Когда ты уже ценить начнешь? Может, хватит себя так вести? Хватит маму доводить? Какое знакомство? Какие люди, блин, могли такого человека воспитать? Ты в себя, блин, приди. Ну вот я вам и советую приехать и посмотреть. Да что смотреть? Никто ничего там не будет смотреть. Чуть дальше, чем свои вообще какие-то ограниченные мышления. Старший брат Марии, Артур, живет в Воронеже в отдельной квартире, недалеко от мамы. Несмотря на то, что он дает Марии советы, у него у самого личная жизнь не сложилась. Он холост. Детей у него нет. Это фестивальный выпуск «Почем лук?». Пойдемте скорее. Ну, не очень скорее, пока я вылезу. Почему все зависает только на этом вопросе? Хочется уже раздеться. Вот я хотела именно эту мысль донести. Интересно, конечно, спросить, сколько делают люди на крипте, но как будто бы это не совсем корректно. Я в машину за две недели заработал. Часы тоже без понятия украдены у мамы. Кольцо полмиллиона. Это байт, чтобы вы начали в комментах писать. Где это ощущение в теле, которое сопровождается исполнением твоего желания? Где ты чувствуешь? Я не поеду ни в какую Самару. Давай, ты познакомишь. Да не давай, давай без давай. Я уверена, что они хорошие люди. Я не хочу с ними связывать свою жизнь. Вот и все. Но тебе придется так или иначе. Что ты меня тогда из жизни своей вычеркнешь или что? Нет, Маш, пройдет время, ты поймешь. Ты просто пока где-то летаешь. А это время ты со мной не планируешь общаться. Я правильно тебя понимаю? Ты со мной не планируешь. Я с тобой общаюсь, но к ним я не поеду. Марию поддерживает младшая сестра Анастасия. Кажется, Маше нужно наконец-то поддержать. Мы все-таки семья. Знаешь, что меня больше всего бесит? Что? Что у тебя, что у брата моего. Были знакомые, даже близкие, которые тоже там сидели в тюрьме. Папин бывший компаньон, к нему его жена ездила. И все такое. Вы мне не раз рассказывали. А как до меня дело дошло, я почему-то самая крайняя позор семьи. Потому что причина, по которой другие люди находятся в таких местах заключения, и причина, по какой причине находится твой возлюбленный, они разные. Мама у нас очень сложный человек, и она никогда нас не принимала такими, какие мы есть, и особенно Машу. Мария снова ищет поддержку у своего отца. Я думала, может быть, ты сможешь с ней поговорить и привести какие-нибудь аргументы. Она всегда за тебя, ты знаешь, так что я надеюсь, что она поддержит тебя. Я поговорю обязательно с ней. Вот если бы ты был в России, я бы тебя позвала со мной. Ты бы поехал? Конечно, обязательно. Я очень благодарна папе, то, что он меня поддерживает, и то, что он на моей стороне. Я вижу, что он реально за меня счастлив и рад, и мне это очень-очень приятно. Мария не возвращается в Сочи. Она хочет уговорить маму поехать в Самару и познакомиться с родителями Дмитрия Сорокина. Не слушай никого, только себя. Пусть у вас все сложится, как вы хотите. Лайк. Пусть сначала выйдет, а потом и замуж, и ребенка. Вообще не факт, что ты ему на свободе будешь нужна. Дальше. У меня так было. Вышла замуж в колонии, а когда вышел, оказался совсем чужой человек. Не работал, начал жить за мой счет. Пил, иногда руку поднимал. Расстались через полгода. До сих пор жалею, что столько времени потратила на уголовника. Не, ну, как бы, я же не доказываю с пеной у рта, что у меня все будет по-другому. Да я не знаю, как у меня будет. Как и всегда, ждули ищут поддержку у других ждуль. В их сообществе, в социальных сетях. Родители правы. У них опыт, им со стороны виднее. Поищи кого-то еще. Зачем тебе уголовник? Дальше. Да им только деньги нужны, посылки и передачки. А выше они там хорошо льют. Не будь дурой, беги, пока не поздно. Я ради такого квартиру продала и осталось ни с чем. Как вышел, тут же помоложе, покрасивее нашел. Мария в личные сообщения написала и предложила встретиться Елена Арыкова. 15 лет назад она познакомилась в соцсетях с Алексеем Ивановым, который отбывал наказание в местах лишения свободы за хранение наркотических веществ. У молодых людей начался роман. После освобождения из колонии Алексей и Елена поженились. А как твои родные к этому отнеслись? Конечно, семья была против. Ну, хорошо было в межличностных каких-то отношениях, взаимоотношениях. Но тогда я не знала, что у него проблемы с алкоголем вообще, в принципе. Ему вообще алкоголь противопоказан. То есть человек меняется полностью. Постоянно были какие-то проблемы с деньгами. Он не мог найти себе работу какую-то. Это уже после того, как он вышел? Да, да. Потом он уехал к себе в город и снова он начал там употреблять. И его опять посадили. Его опять посадили и я его опять ждала. Это через сколько после того, как он вышел? Через год. Мой опыт такой, что за 15 лет отношения с этим человеком, семейной жизни буквально максимум 2 года было. Все остальное время что было? Все остальное время я его ждала из реабилитационных центров, из колоний и ждала, когда человек придет в себя и все. Ну а почему ты продолжала это делать? Потому что любила его. И думала, что он изменится? Я думала, что он изменится, но на сегодня я понимаю, что это мои иллюзии. А как родители вот этот период? Они тебя поддерживали или наоборот осуждали, говорили, кинь его? Да нет, Маш, конечно нет. Какие поддерживали? О чем-то? У меня мама очень негативно на данный момент настроена и вообще всегда. Его не называют дома по имени. Я не буду говорить, как его называют. Как? Меня называют этот. А у меня называют Козлина. Полгода назад Елена Арыкова развелась с мужем. Он сейчас отбывает очередное наказание в колонии за хранение наркотиков. Аж Дуля решила, что ей пора перестать жить в ожидании. Она начала строить новую жизнь без Алексея. Конечно, очень тяжелая история, но я думаю, что у меня не так, потому что у Лениного мужа изначально были предпосылки. То есть он не пытался исправиться. В то время как Дима, он абсолютно другой. Когда мы с ним стали быть вместе, он вообще изменился, очень сильно старается. Сейчас на хорошем счету. Почему отец позвонил и сказал, чтобы я ехала в Самару, в которую я не поеду? Ты ему что наговорила? Я рассказала, что я собираюсь делать, как ты к этому относишься. Почему ты не можешь просто со мной съездить и посмотреть, как люди живут? Они хорошая семья, они любят и меня, и сына своего. Даже то, что он совершил какую-то ошибку, они его поддерживают. А ты меня вообще не можешь, даже когда я хоть чуть-чуть что-то делаю не так, ты так реагируешь. Это нормально? Если тебе не нравится твоя мать, что ты к ней тогда привязалась? Вот что ты тогда привязалась? Не нравится, не общайся, все, иди. Да я стараюсь наладить наши отношения. Маш, да ты просто привираешься. Это просто жесть. Походу, просить позвонить папу было плохой идеей, это только усугубило ситуацию. Я вообще не знаю, что теперь делать. Ситуация с мамой зашла в тупик. Мария не знает, как ее еще убедить поехать к родителям Дмитрия в Самару. Маму я пригласила, но она ехать не захотела. Ну, я, честно говоря, особо и не рассчитывала на это. Очень жаль. Очень устала от того, что мама не принимает мои отношения. И даже не то, что не принимает, даже не хочет как-то выслушать меня. За советом Мария решает обратиться к психологу проекта Екатерине Святкиной. Вы хотели бы разобраться, как реагировать на то, как ведет себя мама? Или вы хотели бы разобраться с этими обидами старыми? Как мне свои чувства переваривать? И вообще понять, как мне с семьей коммуницировать, да? В идеале, конечно, хотелось бы с ними отношения наладить. Не знаю, насколько это возможно. Ну, либо просто научиться как бы жить в этой ситуации. И сейчас у вас по отношению к маме что? С одной стороны, я чувствую вину, я чувствую стыд. И потом это вызывает во мне злость. И непонимание, почему так. А сейчас вы замуж собрались за человека, который находится там. И мама резко против. Ну, да. Попробуем сейчас сыграть в игру. Я буду это вы, а вы мама. Мам, мне надо с тобой очень серьезно поговорить. О чем? Ты знаешь, в моей жизни происходит очень серьезное изменение сейчас. И я замуж выхожу. За кого? Ну, вот за... Я не знаю, как его зовут. Как его зовут? Дмитрий. За Дмитрия. И о чем ты хочешь поговорить? Ну, понимаешь, мне важно с тобой обсуждать это. И мне так хочется быть близкой с тобой. Мамочка. Мне тебя так не хватает. Ты мне так нужна. Я не знаю, я так никогда с ней не разговаривала. А почему? А что, если тебе попробовать? Правда, по-настоящему, искренне быть с мамой, независимо от того, как она будет реагировать на это. Она может остаться с собой. А может, оттаять. Представляешь? Возможно, не такими словами говорила, но мне кажется, я пыталась открыть сердце. Пыталась. Пыталась и открылась. Чувствуешь разницу? Пытаться сделать бизнес и сделать бизнес. Есть очень крутой способ жить во внутренней гармонии со своей мамой. Это просто открыть сердце. Не пытаться. А просто открыть свое сердце и жить с этим открытым сердцем. Независимо от того, как она смотрит на тебя. Независимо от того, что она тебе выдает как обратную связь. Знаешь почему? Потому что ты взрослая, и ты так решила. Первое. Второе. Потому что, когда у тебя будут свои дети, если ты решишь их завести, родить, ты не хочешь, чтобы у тебя было так же, как с твоей мамой. Ты хочешь, чтобы у вас были близкие отношения. Ну, вот, наверное, это, собственно говоря, и был мой запрос на эту сессию. Да, как раз я и пытаюсь понять, как мне на это реагировать. Супер. Никак. А скажи, пожалуйста, тебе очень важно выяснить обиды прошлого? Ну, прошлого нет. Настоящего, да. А настоящего это то, что касается твоих отношений? Да. И еще раз, в этом смысле тебе важно, чтобы мама тебя поддержала? Ну, даже не поддержала, просто приняла ситуацию. А у нее есть выбор? Давай по-честному. Поменять ситуацию или что сделать? Ну да, не принять ситуацию. У нее есть выбор? Не знаю. Нет. От нее что-то зависит? Нет. Правда ли тебе важно, чтобы она приняла ситуацию? Мне важно не чувствовать в свою сторону вот этого пренебрежения. То есть ты хочешь оставаться ответственной за то, что чувствует мама? Нет. За то, что чувствую я. То, что чувствуешь ты, только в твоих руках. То, что чувствует она, только в ее. Как ты можешь на это повлиять? Никак. Никак. Для девушки с таким образованием, с таким, ну, из такой семьи, да, скажем так, выбор такого партнера, закономерность. И если копнуть глубже, то мы можем даже, возможно, увидеть, что она как будто бы снова делает то, что не понравится маме. Ну, полюби ты меня уже, в конце концов, мама. Не такую, какой ты хочешь. Вот такой полюби меня для Марии. И очень важно выйти в свою нормальную позицию девочки, дочки по отношению к маме. Маме, конечно же, тоже хорошо бы выйти в свою материнскую позицию. Маша, мы на самом деле посовещались с мамой и решили то, что я поеду все-таки с тобой туда. Ты? Да, я. И я очень постараюсь тебя переубедить. И, скорее всего, у меня это получится. Вот это вы меня, конечно, удивили. Я такого даже не ожидала. Но на самом деле я рада, спасибо тебе. Жалко, конечно, мам, что ты не поедешь. Хотя бы раз в жизни пошла мне навстречу. Дерзит, хамит и обижает. Я в душе очень грущу, что я не могу найти с ней общий язык. И то, что я тоже маму обижаю словами. Мария с братом Артуром поехали в Самару к родственникам Дмитрия Сорокина на машине. Дорога займет 14 часов. Он вообще молодец. Он в колонии на хорошем счету. Ему уже дали облегченный режим. Это вообще очень мало кому такое дают. Он работает каждый день по 6 дней в неделю. Я вообще детей уже хочу, как бы мы с ним обсуждали. Я бы уже и сейчас на самом деле родила, но не в такой обстановке. У меня все-таки уже 30 лет скоро. Детей? Да. Маш, ну о каких детях может идти речь? Ты, ну, ладно, мы на это посмотрим. О очень красивых и хороших детках. Я хочу сразу... Уже дети пошли. Да, мы хотим сразу двойню. Мальчика и девочка. А кто будет идти дуть эту двойню, мне интересно просто. Да мы справимся, мы разберемся. Знаешь, как я изменилась вообще за этот год с ним? Понимаешь, это мне реально идет на пользу. У меня вообще во всех сферах. И в бизнесе, и в саморазвитии. Да я даже выглядеть стала намного лучше. Ты посмотри, как я была год назад. Нормально ты была год назад, Маша. Что-то как-то это все сомнительно звучит на самом деле. Правда. Нет, Дима очень хороший. Если бы он был таким хорошим, может быть, он бы там не оказался. Я бы там об этом не думала вообще. Пацану было 20 лет. Ну, совершил он ошибку. Что здесь такого страшного? Он до этого был нормальным человеком. Ты сейчас приедешь, сам все увидишь. Тебе родители расскажут. А сейчас он стал еще лучше. Ему тюрьма на самом деле только на пользу пошла. У нас вообще грандиозные планы на будущее. Я даже не могу поверить, что это может произойти. Для чего? Мы просто решили сделать так. Я реально почувствовала, что я больше не девочка, а я уже женщина. Совсем ку-ку. Скрытная какая. Но она мне много чего не сказала. Манипуляция. Понимаешь, чистой воды манипуляция. Она же у нас сама такая чуть-чуть. Привет. Творческая. Марию и ее старшего брата Артура в Самаре встретили мама Дмитрия, Елена Сорокина. Отчим Андрей Сафонов. И его крестная Мария Игнатьева. Как так вообще получилось? Еще и срок такой большой вышел-то у него. Если бы знает, где упасть. Знаете, наверное. Упустили. Да у него просто была девушка, Маша знает, да. Она у него умерла. От наркотиков? Нет, у нее было больное сердце. Это сколько ему лет было? Двадцать. Он на свой день рождения, он ее хоронил. Да. И вот он на этом, получается, на фоне вот этого стресса, он вот в это все. Зачем там башки был творил. Что, у него там перевернулось? С этого все и пошло, да? С этого все и пошло. А что, он молодой, голова забита вот этим всем была, и все у него понесло, наверное. Я только так понимаю. Понял. А как парень вот такой, мировой? Он сейчас работает, на хорошем счету там. Что он там делает вообще? Шьет. Бригадир. Помощник. Помощник бригадира, он на швейном производстве. И шьет. Мне шьет всякие сумочки, у меня их уже штук двадцать. Какие у него вообще планы на будущее с моей сестрой? Что он вам вообще говорит? Ну, самое главное, что они хотят? Детей. Что мы хотим? Не он хочет, не они хотят, а мы хотим. А вы что хотите от меня? Внучку. Внучку? Двоих. Двоих внучек? Да. Все проходит классно, даже лучше, чем я ожидала. Получается с детства, с самого, знаете, с рождения. Вот, а по малодетству вообще как-то вот... В плохих компаниях как бы такого не было. Привлекался, в смысле, там где-то стоял на учете. Ну, да. Нет, такого не было. Ребята всегда у него были хорошие, как бы... Вообще такого не было вообще. У него в секциях занимался, хоккей, футбол. Получается, это вот первый его приход, да? Это первый такой вообще, то есть... Вообще он положительный парень, никогда ничем таким не занимался. И друзья у него всегда все были хорошие. Он не пил, не курил. Даже когда были какие-то застолья, все садились, как бы, но он никогда не пил. То есть и то, что вот произошло, говорю, для меня и вообще для всех, это стало как бы, ну, шок. Артур, со своей стороны, тоже молодец. Как бы приехал издалека, все-таки познакомился. Сейчас ему нужно все это принять, переосмыслить и какое-то время пройдет. Ну, он как бы примет эту ситуацию, примет, что там, нашу семью. У Димы какие планы? Он там с вами не делился? Как он жить собирается? Вот здесь, в Самаре, там, или в Воронеже они будут жить? То есть, ну, там работает на что? Как бы Маша, она работает, ну, сама себя обеспечивает. А Дима как? Вот сейчас он на государстве? Ну, они планируют бизнес свой создать. Сейчас вот он профессию приобретает. Шьют, вот. Будут открывать свою швейную мастерскую. Будут шить. Даже так, да? То есть, он там, получается, приобрел навык и... Конечно, конечно. Их будет этим навыком пользоваться. Да, сейчас, подожди, я вообще забыла, сейчас покажу, что вот. Сейчас он уже шьет. А что там? Вот, шьют рюкзаки вот такие. Видишь, какие легкие, удобные. Вот это вообще рюкзак огонь просто. Я говорю, прям профессиональное шитье. То есть, они хотят открыть, как бы, получать. Не Маша просто об этом не говорила? Да, скрытная какая. Но она мне много чего не сказала. Вот, они откроют швейку, будут заниматься. Понятно то, что родня про ребенка плохо не скажет никогда, но в любом случае стало чуть-чуть поспокойней. Колония, где отбывает наказание Дмитрий Сорокин, находится в Самаре. В этот раз Мария не смогла попасть к нему на длительное свидание, так как в исправительном учреждении введен карантинный режим. Но девушке удалось отнести передачу своему возлюбленному. А после Дмитрий получил разрешение администрации колонии на телефонный звонок. Я уже заработал достаточно много поощрительных и стал на облегченного условия, и поэтому в скором времени сможем подать документы на исправительные работы после полсрока. Что, реально? Я смогу находиться с тобой еще ближе, и рядом с тобой. А где? Где буду жить в городе, в общежитии. То есть это как, тоже там, у него есть забор, как бы стоят за мной, работают сотрудники. Вот, ну, то есть я работаю на предприятии вольном. Угу. Но живу в общежитии. И вот, то есть я с утра вот проснулся, поехал на работу, вечером поехал обратно туда, и у меня есть немножко времени, и мы сможем с тобой каждый день видеться, прям, каждый день. Угу. Я даже не могу поверить, что это может произойти, потому что мы очень много через что прошли за эти годы, и на самом деле это было очень тяжело. Просто мысль, что это скоро закончится, там, в ближайшие полгода, она, конечно, вселяет в меня очень много надежды и веры. Дмитрия могут перевести на принудительные работы в ближайшие 7 месяцев. Согласно 80-й статье Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, заключенному, отсидевшему половину срока, наказание в виде лишения свободы может быть заменено на принудительные работы. При принятии подобного решения суд учитывает примерное поведение заключенного и характеристику с работы на предприятиях колонии. Мария и Артур связались с мамой, чтобы сын поделился своим впечатлением о семье Дмитрия. Девушка также рассказала о том, что ее возлюбленного скоро могут перевести на исправительные работы. Машенька, я подумаю, ладно, Деречка? Хорошо. Мария с братом Артуром и мамой Дмитрия решили пойти в свадебный салон. Вау! Маша, это вообще! Неужели? Ну, конечно, немножко не мой стилек, но в целом прикольно, да? А почему именно пышная? Ну, мы сейчас разные померили. Вообще, давай сфотографируй, я посмотрю. Прикаривай, принцесса. Давай другое померим. Вау! Вау! Маша, Маша! Слушай, ну это уже получше, конечно, это уже больше тебе подходит. А мне почему-то кажется не твой фасон. Почему? Мне больше нравится. Такое минималистичное платьице. Ну... А вам что в предыдущем больше понравилось? Мне понравилось тебе. Это специально так затянули. А, я понял, как в корсете, да? Ну, видишь, я такой критик. Оба-на! Вот такой вот. Вообще, другая альтернатива. Слушай, да, это же даже не платье. Оба-на! Маша! Слушай, ну вот это, мне кажется, прям вообще тебя отображает. Как вам такой лук? Ну, вот мне, не по мне, конечно. Но по мне зато. Но зато это по вашей истории и по вашей теме. Я думаю, Диме понравится. Очень важно для Маши, конечно, поддержка сейчас на данный момент. У нее разногласия с мамой. Я хочу стать для нее мамой, помогать. Из свадебного салона Мария звонит своему отцу. Я хочу тебе счастья. Спасибо, пап, мне очень приятно. Ты меня поддерживаешь. Я сейчас, правда, расплачусь. Дочунечка, не плачь, ты будь хорошо. Я тебя люблю, пап. Я тебя тоже дочу. Мария и ее старший брат Артур вернулись из Самары в Воронеж. Они рассказали маме и младшей сестре Анастасии еще раз о том, как прошла поездка к родным Дмитрия. И что вскоре молодому человеку могут поменять наказание на исправительные работы. А это означает, что она каждый день сможет видеться со своим возлюбленным. Ну, вообще, ты уверена? Ему все-таки осталось немало сидеть. Да чего немало? Все нормально. Я думаю, что в ближайшее время, в этом году уже все решится. И у нас вообще грандиозные планы на будущее. Сейчас Дима выйдет скоро на исправительный. Мы уже будем жить в одном городе и намного чаще видеться. Он мне будет с бизнесом помогать. И вообще все будет классно. И детей я тоже хочу скоро. Поэтому я на самом деле сейчас счастлива, как никогда. Потому что у меня в жизни появилось какое-то направление и цель. И я не просто так, знаешь, эту жизнь как бы живу. Я, несмотря на все трудности, я очень рада. Мне стыдно. Ну, я понимаю это все. Мне стыдно перед теми нашими друзьями. Манипуляция. Понимаешь, чистой воды манипуляция. Так ты просто очень сильно как-то нервничаешь. Я думаю, что как бы, ну, может быть, как-то все не так уж и плохо. Ну, не то чтобы ровня, конечно, это вряд ли. Но она же у нас сама такая чуть-чуть. Привет. Творческая, творческая личность. И может быть, они реально друг к другу подходят. Не такой уж и плохой парень. Давай так ты подумаешь еще хотя бы чуть-чуть. Я знаю, что в итоге моя сестра поступит так, как она хочет, так, как она считает нужным. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мама и Маша смогут найти общий язык. Потому что вот то, что происходит, это все, да, вот эти постоянные какие-то непонимания, они уже надоели. Марии удалось переубедить старшего брата, который изначально был против отношений с заключенным. Но она, видимо, так и останется без одобрения своей мамы. Так как мы с Димой уже в целом в ближайшем будущем планируем детей, очень важный момент, чтобы они были под его фамилией. Мария, находясь в Воронеже, где она официально прописана, поменяла фамилию на Сорокину. Для этого она подала заявление в отделение ЗАГС. И через 10 дней получила справку, где была официально указана ее новая фамилия. Смена фамилии оказалась для меня очень трансформирующим таким опытом. Несмотря на то, что это было непросто, я несколько раз ходила в этот ЗАГС. Но в конце, вы знаете, я даже почувствовала себя по-другому. Я реально почувствовала, что я больше не девочка, а я уже женщина. Даже если я раньше представлялась всегда как Маша Волдрева, сейчас я себя чувствую Марией Сорокиной. Я уже маму фамилию поменяла. Совсем? Ку-ку. Нет. И какая фамилия у тебя теперь? Сорокина. Для чего? Мы просто решили сделать так, в знак того, что мы семья. Мам, я тебе могу так сказать, если ты сейчас так относишься ко мне и к моему выбору, то когда, я не знаю, детей рожу, то ты тоже их не увидишь. Причем здесь это? Да при том. Ты меня шантажируешь? А отец узнает, ты понимаешь, что с ним будет? Ты понимаешь, как он расстроится, что ты фамилию его? Он вообще-то знает. И что он сказал тебе? И был очень рад, что я счастлива. Он нас поддерживает. Он, оказывается, поддерживает Машу. Вы можете себе представить? Для меня вообще шок. Все, взрослая жизнь. Пора строить свою семью. Это будет просто провал. Чего, уже начинать? Прямо так сразу? Как будто сердце бьется и бьется. Это выше моих сил. А обо мне кто будет думать? Я просто вот реально дура. Конечно, допрос она мне устроила, как на исповеди. Мария вернулась из Воронежа в Сочи. Хорошая новость. Мы же с братом с моим съездили в Самару. Попознакомиться. Да, но он сначала с такой позиции, что типа поеду убедиться, что это все бред. А в итоге мы приехали и вообще все было классно. То есть он как бы поменял не только в принципе к ситуации отношения, но и как будто у вас улучшились они? Да. Но с мамой, к сожалению, так и не получилось, пока нам на нормальный какой-то диалог выйти. Мне эта ситуация с мамой уже просто в течение моей жизни надоела. Она всегда вот какие-то мои, ну, осуждает мою жизнь. Я вот прям чувствую от нее какое-то вечное осуждение, недовольствие, что она вообще хотела бы, чтобы я была абсолютно другим человеком. И мне, конечно, от этого очень сильно больно. Ну, главная новость. С Димой общались. Он сказал, что скоро его переведут на предудительные работы и мы сможем чаще видеться. Клево. Страшно себя обнадеживать, но надеюсь, все будет нормально. И как раз обсуждаем, чтобы я переехала в Самару, чтобы мы могли уже, ну, полноценно жить вместе, какие-то планы на будущее строить. А как это вообще вся процедура происходит? Что это такое? Ну, там, когда полсрока проходит, можно подать. Если ты себя там хорошо вел, работал, получал там всякие грамоты, короче, что ты молодец, тебя уже переводят в городе жить. То есть какое-то время еще, может быть, год он будет жить в общежитии и типа ходить на работу. По вечерам можно видеться, на выходные могут отпускать домой. Там как бы тоже как себя зарекомендуешь, как себя проявишь. Ты думаешь, нормально все будет? Не переживаешь? Это новый этап какой-то. Тебе переехать в другой город нужно будет. Здесь все оставить. Там все новое. Ничего не понятно. Ты уверена, что это хорошее? Ну, конечно, немножко волнительно. Но все, взрослая жизнь. Пора строить свою семью. Неизвестно, да, как они справятся с этим. Получится? У них не получится, когда они уже будут близко, рядом. Вечером Марии из исправительной колонии звонит Дмитрий. Я хочу подать заявление в ЗАГС. Да ладно. Да, я даже не верю, что это свершится после всех этих попыток и усилий. Но дорогу осилит идущий, как говорится. Реально, просто ура. Я ждал этого с самого начала нашей встречи с тобой. Да. Мои, только мои. Мария подала заявление в ЗАГС онлайн. Согласно законодательству Российской Федерации, подача такого заявления возможно при наличии у невесты доверенности от жениха заверенной администрации колонии. Мария получила такую доверенность от начальника исправительного учреждения, где отбывает наказание Дмитрий. Я подала заявление в ЗАГС. Теперь надо, конечно, дождаться, что они там скажут, что дальше делать, еще всякие бумажки собрать. Но вот такой шаг уже сделан. Это просто, чтобы ты за меня порадовалась, я хотела. Я просто реально дура. Зачем я ей каждый раз звоню, чем-то делюсь, что-то пытаюсь до нее донести. И каждый раз я сталкиваюсь просто с этой какой-то волной негатива и неприятия. И, я не знаю, мне очень больно. Мам, ну сколько можно? Я просто не понимаю. Ну, я уже все сказала. Давайте без меня как-то. Пусть сами решают играть свадьбу. Мам, ну дай Насте сказать, пожалуйста. Наст, говори. Ну, ты понимаешь, что ты тоже часть нашей семьи. Маше очень важно, чтобы ты приняла ее, признала этот брат. Может, тебе тоже просто нужно съездить и познакомиться. Хватит упрямиться, мам, пожалуйста. Ну, может, стоит подумать о Маше. А, вам не то будет думать. Ну, а тебе и так думают. Я поехал, потому что ты переживала, мам. Настя, ну для чего мне это все нужно? Вот эти вот связи лишние, вот эти вот люди непонятные. Поезжай, просто спокойнее будет. Да, всем будет спокойнее, понимаешь? Тебе просто нужно съездить. Вы поддерживаете Машу, да? Получается, вы желаете ей зла. Вы как бы... Нет, мы хотим, чтобы в нашей семье было все спокойнее. Чтобы не было разладов. Ты понимаешь, что вот ты сама нервничаешь постоянно. А ты возьми, съезди хотя бы разок. Ну, я же поехал. Послушай меня, Настю, хотя бы раз. Прислушайся. Хорошо, ладно, я поеду. Ура! Старший брат Артур сразу позвонил Марии и сообщил, что после долгих уговоров мама согласилась поехать в Самару встретиться с мамой Дмитрия. Честно говоря, я испытываю смешанные чувства, потому что я абсолютно не знаю, что ожидать от этой встречи. Я переживаю то, что моя мама может каких-то гадостей наговорить и испортить наши отношения. И это будет просто провал. Но, в принципе, есть надежда, что разговор пройдет успешно. Вот когда я Машу вашу увидела, я просто вообще поняла, они какой-то купаж. У них вот есть, дальше пойдет все, у них вообще великолепный тандем просто получится. Я вообще счастлива, что они встретились, что все у них должно получиться. Так что не переживайте, пожалуйста. Все у нас хорошо, семья у нас хорошая. Какая у него статья? Статья у него 2, 2, 8. Так он этим занимался сколько по времени? Да я откуда знаю, он что у меня? Докладываю, не знаю. Вы не видели, да, ничего не чувствовали? Мне кажется, совершенно мало. Мало, да? Я не знаю, у меня это было в шок, потрясение. Я вообще, ну, просто не до конца не осознавала, что такое происходит. Не спала, не ела, вообще сидела вот как зомби просто вообще. А вы так сумма, Дима, улучшились? Таня, ты мне вообще все это... Эти воспоминания просто, я не знаю. Ну, вы поймите правильно, что тут просто чисто переживания материнские. Понимаю. И больше ничего личного, никаких претензий личных. Это просто забота о своем ребенке. И все. Каждая мать хочет своему ребенку лучшего будущего. Танюш, понятно. Ну, они взрослые, взрослые, это их выбор. Мне кажется, вообще не надо лезть в их отношения. Вот серьезно. Я понимаю, что вы мать, что, ну, переживаете, там, расстраиваетесь. Да, каждый человек должен пройти через свою судьбу, на своих ошибках, все учатся. Но если она считает, что Дима для нее ее человек, она готова с ним жить, провести это время, пусть они будут счастливы, не надо мешать Танюше. Они чувствуют себя душами. Вот как я, вот я его родила, я его вообще чувствую душой. И так же он к Маше. Он все время говорит, вы похожи. На самом деле, мама, как мама, приятная женщина, любит своего сына. Ну, насчет своей дочки, Маши, это нельзя принять. Это выше моих сил. Кому-то дается, мне не дается. Это вообще, конечно, допрос она мне устроила, как на исповеди. Ну, она, конечно, своего мнения так и осталась. Приятная женщина, хорошая семья, ничего я против не имею. Ну, твой выбор, твой крест, неси его. Спасибо тебе, на самом деле, что ты встретилась. Это для меня уже многое значит. Я знаю, что я этого человека люблю и что все не просто так. Я просто переживаю исключительно о тебе. Вот и все. Хорошо, я тебя поняла. Все. Поживем, увидим. Да, вот это правильно. Поживем, увидим. Суд отказал Дмитрию в переводе на принудительные работы. Повторное рассмотрение запроса состоится только через полгода. Мария и Дмитрий решили пока отложить официальную регистрацию брака и расписаться, когда молодой человек будет на свободе. А пока Мария и Дмитрий решили сделать онлайн-свадьбу. Мария выбрала дату, в которой пригласила всех родственников присоединиться к общей видеоконференции, куда подключится и Дмитрий, которому руководство колонии выдало разрешение на этот видеозвонок. Маш, а кого пригласили из родственников? Слушай, да мы всех пригласили. А сколько человек получается? Да я не знаю, мне кажется, человек 30. Прикольно. Да, и мой тоже папа будет, даже бабушку я попросила, чтобы моя сестра с компьютером приехала к моей бабушке, 86-летней. Тоже ей там конференцию устроят. Чего Артур с мамой решили? Как вообще вы поговорили? Ну, Артур вроде придет. У нас все нормально, мы же съездили с ним в Самару, он познакомился с дневными родителями и поменял свое мнение. Я очень рада. А мама как бы, ну, она не особо хочет, она вообще сказала, что это все какой-то театр, все не по-настоящему, что я опять устраиваю какой-то цирк. Через две недели наступил день онлайн-бракосочетания Марии и Дмитрия Сорокина. Все родственники вышли на связь в общую видеоконференцию. Чего, уже начинать прям так сразу? Боже мой, я сейчас в обморок упаду. Мне сложно выразить словами все то, что происходит между нами. Я желаю каждому познать, что такое по-настоящему любить, жить, мечтать. Я благодарю тебя, мой будущий муж, за то, что ты открыл мне свою душу, за то, что дал снова поверить в любовь. Не зря я ждала тебя вновь и вновь. Спасибо за твою верность и доброту, за острый ум и красоту, за настойчивость там, где я сдалась, за силу духа там, где я одна бы не справилась. Спасибо, что с тобой, я снова чувствую себя собой. Дорогая Мария, моя возлюбленная, моя святая Дева Варенья, я клянусь перед тобой быть с тобой, я клянусь перед тобой быть на реке, Я клянусь перед тобой быть твоим верным мужем, примени меня, пожалуйста, как своему мужу. Мир и дружба в вашей семье. Я очень счастлив видеть тебя такой счастливой. Мать Марии так и не присоединилась к онлайн-свадьбе дочери. Мария считает, что мама изменит свое отношение, когда Дмитрий выйдет на принудительные работы и познакомится с ней лично. Мне вообще трудно описать свои эмоции. Я очень переживала, но на самом деле я очень счастлива. Я сам в детстве мечтала встретить своего человека. И я всегда верила, что это есть. И я очень счастлива, что мы поженились, что мы теперь семья, и что впереди нас ждет все только самое лучшее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!